здравствуйте 19 октября 2021 года нахожусь на перекрестке бульвара победы и улица октябрьской хочу записать небольшую осеннюю заревсовку прогулку по бульвару победы там у нас находится фонтан и правительство области но туда я не пойду фонтан я уже как снимал недавно а пойду я сторону института культуры приглашаю вас с собой здесь находится памятник горбатого генералу герою советского союза и много много магазинов а также по моему вот верхние этажи занимают мастерские художников если знаете что-нибудь подробности напишите в комментариях к этому ролику я про них ничего особенно не знаю что там просто мастерские художников расположены больше ничего ну что сказать про эти мелкие магазины вот здесь вот молоко масло вроде неплохие такие находится вот цен от производителя дмитрогорский магазин в том магазине салоне я рюкзак покупал медведкова медведкова меня удивила хороший рюкзак прочный а в том магазине часовом удивили меня часы с пятью циферблатами очень удивили зачем нужны часы с пятью циферблатами я даже не представляю себе для пущей точности не иначе как аптека кондитерская а в этом здании когда-то была налоговая инспекция советского района туда чего-то носил когда был и п еще в том здании размещалась размещается газета орловский меридиан это здание консультативной поликлиники за ним территория областной больницы мопро и орловский титаник который недавно мишустин кажется назвал позором но мне нравится он красивый красивое здание титаник а там красивое здание бизнес-центр софит ну это дом советской постройки здесь у нас почта тоже аптека магазин магнит за ним магазин дикси ну правда красивое здание построили титаник жаль что она не введена в эксплуатацию не для красоты же его только строили наверное оно должно служить людям магазин магнит неплохой очень удобно тем кто лежит больница ходить вот магазин но отмечу что наценочка у него на мой взгляд выше чем магазине магнит находящимся в торговом центре водолей чуть-чуть но подороже насколько я разбираюсь в этом так консультативная поликлиника что еще сказать вот в этой консультативной поликлинике на первом этаже бульфет где продают жареные пончики больным людям это наверное неправильно много раз видел как пожилые люди с лишним весом покупают эти пончики нездоровый перекус рафинированная мука сахар рафинированное масло много калорий жира и никакой пользы почти но это мое личное мнение так это мы переходим улицу сурена шоумяна это магазин дикси в принципе неплохой магазин как и магнит тут отмечу что бывает снижение цен интересные и в магните в этом все отмечу частенько видел продают оценку например молоко там два раза дешевле но за наличку и такой на грани просрочки молоко подкисшие то есть тортики всякие у которых срок годности заканчивается в общем продают очень дешево но тортики опять-таки не рекомендую если из прокисшего молока можно еще сделать просто квашу из печь блины то что делать с прослороченными тортиками я не знаю мне нравится вот кстати наш красавец орловский титаник почему титаник тоже большой и как бы четырехтрубный у титаника мы знаем было четыре трубы из них одна декоративная вот ну может когда-нибудь доделают это справочная тут принимает передачи для больных людей территории больницы с коронавирусом закрыта для посещения вот и передачи принимают тут ну вот в том окне а здесь у нас выставка регулярно происходит со смены экспозиции я это выставку снимал можете посмотреть по запросу дмитрий за орла герой россии какими их не видел никто я ее снял специально лица дорогих ветеранов замечательные какая бабушка интересная хорошая выставка вот из двух частей стоит я регулярно когда обновляется экспозиция снимаю эту выставку и выкладываю интернет это бюст и вот образцового тоже как снимал ивана дмитриевича санько я у санько кстати дома был у нас в школе посылали ведь за рассказы ветеранов записывать он жил тогда возле астронома космос где современник на автовокзале какой веселый дедушка 97 лет вот действительно вот именно с таким подходом и можно прожить 97 лет смотрите сколько веселья радости оптимизма дай бог ему перевалить столетний рубеж и вот тоже бабушка смотреть 99 лет а как хорошо одета прелесть какая так проходим титаник еще пара бюстов нас встречают кто бы мог подумать что когда-то здесь было по сути окраина города уже можно сказать город кончался орел да слушайте памятники вот скворцов помыть надо там вот смотри патина зеленая выступил на памятнике связи с дождями может быть рязанцев александр николаевич тоже фильм такой был шестая рота да мне по моему мама рассказывал что здесь была какая-то ярмарка такая приезжие люди приезжали продавали что-то 60-е там годы это интересно вот кто-нибудь что-то знает про это напишите в комментариях к этому ролику конкретно что здесь была окраина города здесь была ярмарка какая-то это рыночек это очень интересно так ну что титаник вот красивый дом там у нас институт культуры в принципе мы уже прошли весь бульвар победы и подходим к улице лескова писателя нашего замечательного орловского культуры такое веселое хорошее учреждение там учится на хореографов на режиссеров на библиотекарей документоведов играть на музыкальных инструментах учится вот полезное учреждение она делает нашу жизнь красивее интереснее насыщеннее на события культурные такие дела ну что еще сказать там у нас крестительское кладбище и троицкое извиняюсь троицкое кладбище и виднеется здание завода протон высокая красивый дом правда когда нибудь введут его в эксплуатацию а там у нас вдали виднеется стадион ленина берег такой так нажмем светофорчик скоро наш загорится зеленым цветом будем переходить улицу установка институт культуры спасибо вам за просмотр пишите комментарии к этому видео ставьте лайки подписывайтесь на канал дмитрий из орла напомню сегодня 19 октября 2021 года хороший тихий такой осенний день немножко было дождя но ветра нет поэтому вот вышел погулять около пяти часов вечера всем пока